Алексей Александрович, что за разгильдяйство? Потому что преступная халатность, насколько мы знаем, если следовать уголовному кодексу, я думаю, что президент был точен в оценке, это штраф 120 тысяч рублей или до 7 лет лишения свободы? Это серьезная вещь, такие жесткие аргументы не очень мне понятно, в связи с чем. Мне бы их не напугать вообще, потому что у нас же случаи такие простые, если у тебя что-то вспыхнуло, значит, можешь загреметь на 7 лет в тюрьму, не то что тебя освободят. Если не виноват в том, что вспыхнуло. Да, вот я про то и говорю. Мог, но не сделал. Как бы тут они не стали занижать эту статистику, благодаря тому, чтобы как бы для себя обезопасить. У нас это в России еще со времен, так сказать, царской России повелось, и в Советском Союзе мы помним эти приписки, так и здесь. Это дело такое, вот надо понимать, что они точно отвечают, если кто-то будет занижать, это еще хуже, если они просто об этом прямо скажут. Вот тут такой момент очень важный. А то, что у нас с медициной последние 10 лет происходило, это не приступная калах. Я скажу, я тут тоже согласен, что с медициной не очень здорово было. Те же люди сейчас пытаются справиться. Зато сегодня мы все понимаем, что это надо делать. Теперь, следующий момент. Вот смотрите, динамика роста. Все-таки я посмотрел вот с 1 апреля, там где-то 6 апреля и сегодняшний. У нас число увеличения тестов больше, чем в 2 раза. Больше, чем в 2 раза. Но логично, если ты тестируешь больше, выявляется больше. Почти полтора миллиона протестированы в России. Конечно, выявляется больше. А некоторые, как, например, простите уж меня, певец Стас Михайлов, протестированы 5 раз. Вот, к примеру, да. То есть кого-то 5 раз, а кого-то, может, не раз. Но он сам, он за собственные деньги. Поэтому вот общая статистика от тестов, это где-то там от 2 до 3 процентов выявлений. Вот, соответственно, чем больше мы тестируем, тем больше выявляется. Если завтра мы проведем миллион тестов, и это ошеломляющий будет результат для нас. Но это не означает то, что это вообще критично со страшной силой. Я вот не согласен с точки зрения того, что у нас там ужасно-ужасно, как в Америке там скоро будет, или как в Италии. Слушайте, там полмиллиона больных. Так я про то и говорю. Поэтому здесь мы вот это, хоть и рост идет, но он не взрывной, что и должно быть. Но мне так. Ну, 17-18 процентов уже идет рост, и мы еще даже не подошли к пику в день. Будем надеяться. Это достаточно много. Вот заметьте, там, например, в Германии уже выздоровевших больше, чем заболевших. Да. Больше, чем заболевших. А у нас нет. Почему? Потому что немцы все, им сказали сидеть дома, а они сидят дома. Вот это очень важно. Не все там тоже сидят дома, тоже гуляют в парках, прогуливаются и так далее. Вот я вам скажу как. Там у них есть два момента. У них то же самое, почему ты можешь выйти из дома. Но кроме этого, ты еще можешь заниматься индивидуально спортом, сам, лично. Ты можешь это делать. И для прогулки тоже, если ты один идешь, ты имеешь право. Тут моменты такие. Вот пускай врачи скажут, это полезно или нет.